Всем привет! С вами канал Семейная Ферма, Деревенский Блог. Все-таки дошли руки, и я решил сделать крем из козьего молока. Ну, как я. Я попросил свою маму, у нее хобби, варить крема. Поэтому, скорее всего, в основном варить будет она. Я буду смотреть, мы с вами будем смотреть. О, какой крем! Мне кажется, выпускать такую возможность, когда есть козье молоко, не сварить из него крем, это неправильно. Даже сама царица Клеопатая принимала ванны из козьего молока для сохранения молодости и красоты. Поэтому козье молоко считается очень ценным продуктом, в том числе и для косметических средств. Поэтому сейчас будем варить крем, мама уже идет. Поехали! Привет! Здравствуйте! Вот принесла немножечко оборудования и ингредиентов для нашего крема. Это очень много, и кажется, что страшно. Сейчас мы все это разложим тут, и будет видно. Так подготовим рабочее место. Крем мы будем варить на этом столе. Сейчас, значит, мы его очистим. Я его застилаю пленкой пищевой, которую всю обрабатываю спиртом, для того, чтобы все было стерильно. Потому что при варке домашнего крема, о том, чтобы он долго хранился, нужно стерильные условия. Пленкой застелили, теперь мы должны ее все обработать. Сейчас с собой будет пандемия, с собой очень много сырного содержащего цвета. Дальше было не достать. Изгалялись, покупали в аптеках какие-то растворы, арники спиртовые или еще какие-то. Сейчас тоже мы обработаем. На ней мы будем греть наши фазы. Дезинфицируем перчатки. Стаканчики лабораторные из жаропрочного стекла, в которых мы будем нагревать наши ингредиенты. Весы лабораторные, потому что отмерять будем там по 1 грамму и даже по 0,2 грамма некоторые вещи. Термометр 1, термометр 2. Зачем 2, будет понятно чуть позже. Венчик для смешивания. Так, это наш основной рабочий инструмент, палочка, мешалочка волшебная. Стеклянная? Стеклянная. Лопаточка силиконовая. И теперь самое главное. Я, поскольку крем не варю здесь, из своего рабочего места, я забыла привести специальный гумагенизатор для смешивания. Но я знаю, что не у всех людей такой гумагенизатор есть. Люди смешивают просто миксером, с насадкой для вымешивания теста. Попробуем так же сделать. Я думаю, что у нас все получится. Готовую гладкую ручку обработаю. Держаться я буду за ручку. Вот. Пока сваришь крем, опьянеешь. Готового крема кислотность, конечную, я всегда измеряю. Не все это делают. Просто это делаю, потому что иногда есть такие какие-то ингредиенты, которые закисляют крема, есть которые защелачивают. Это нехорошо для кожи. Поэтому я лично всегда проверяю. Для этого нам нужен пашметр, который мы между процедурами держим в дистиллированной воде. Наливаем в стаканчик дистиллированную воду. Значит, вот мы его ставим, включаем. Так, теперь наши ингредиенты. Попрошу вот сюда снять. Ого! Вот столько пузырочков нам надо, чтобы сварить 100 грамм крема. Ну, понятно, что из этих пузырочков можно и килограмм сварить. Ну, мы будем отливать по чуть-чуть. Ничего себе! По граммчику, по два, по три. Это какой-то прям профессиональный крем, что ли, будет? Ну, конечно. Вот у меня есть рецепт. Мы будем делать все по рецепту. Так, теперь вот я рассказываю, как вообще варятся, вообще, в принципе, как варятся все крема, что такое крем? Крем, вообще-то, это эмульсия. То есть берется водная фаза, вода, берется жиры, масла, там, ну, обычно растительные берутся. И их надо соединить, как-то подружить между собой. Как известно, вода и масло, они не смешиваются. Для этого используют специальное вещество, которое называется эмульгатор. Вещества специальные. Они бывают разные. Вот, ну, вот, возьмем, у нас есть, которую мы выбрали. Вот этот эмульгатор, он их смешивает. В принципе, что интересно, козье молоко, это, в принципе, ведь тоже эмульсия. Потому что там жир, растворенный в воде. Козье молоко. Как там это эмульгируется в природе? В имени указа, я не знаю, что там является эмульгатором. Что-то является. Почему я вообще, так сказать, говорю, что первый раз в жизни варю крем на козье молоке? Потому что молоко, все-таки, там очень много протеинов, там много таких вещей, которые разваливают прям, это белки в чистом виде. Кроме того, там наверняка есть какое-то обсеменение. Мы, конечно, используем потом консерванты, но обычно варятся на воде и лучше на дистиллированной. Поэтому вот тут я не знаю, как он будет на молоке, но попробуем. Молоко просто будем использовать вместо воды. Значит, какие мы используем масла? Масло авокадо, масло ши, масло виноградной косточки, масло органа. Это очень ценное масло органового дерева. Всего масла у нас будет 20% от крема. Это очень такой жирненький крем, но для рук, тем более еще зима, нужно вот. Теперь сюда мы берем эмульгаторы. Основной эмульгатор у нас называется оливэм. Из названия понятно, в общем-то, что это эмульгатор, который приготовлен на заливкового масла. Это натуральный, хороший эмульгатор. Это токоферат, то есть витамин Е, в общем-то, жидкий, для стабилизации масел, потому что масла на свету и вообще окисляются. Чтобы не окислялись, добавим 0,1% вот этого вещества. Что у нас еще в жирной фазе? Ланол. Ланол для смягчения кожи рук и для лучшего скольжения. Добавим тоже нашу жирную фазу. у этой жирная фаза. Теперь мы собираем водную фазу. А сока всего три фазы получается? Да. Водная фаза, жирная фаза и активная фаза, куда мы добавляем всякие вещества для омоложения, для смягчения, для увлажнения. Ну, активки. Это наша водная фаза. То есть молоко мы сейчас скипятим, туда добавим глицерин для увлажнения и смягчения кожи рук. Это у нас триголоза, которая тоже увлажняет, смягчает и облегчает скольжение. Вот. А вот это экстракт гриба тримелла. Это такой гриб, который засыхает совершенно полностью в степях там высыхает, но когда начинаются дожди, он полностью разбухает, такой китайский. Гриб тримелла фокусовидная. То есть это, в принципе, природная гиауроновая кислота. Это для смягчения у нас будет. И дальше в активную фазу что мы добавим? Экстракт облепихи, экстракт прополиса и экстракт морожки. Это все то, что нам заживляет морщинки, трещинки. Прополис тоже заживляет, морожка смягчает и увлажняет. Так. Еще из активных инцидентов у меня вот такой вот есть экстракт красного клевера. Он очень уплотняет кожу. Кожа делается более плотная, более толстая и особенно это важно для женщин в возрасте. Это водная фаза. Вот есть такой вот суперстерол-ликвид. Это фитостеролы. Это то, что умолаживает и улучшает роговой слой наш. Дальше я вот все долго думала положить или нет. Есть такой препарат гиаломатриц. Там пять видов гиауроновой кислоты сразу. Ну, полтора процента добавим, я думаю, хуже не будет. Это у нас консерванты. Консервант мы будем использовать один в зависимости от кислотности обокучившегося крема. Если крем будет немножко щелочной, мы добавим консервант микрохил, он закисляет. Если наоборот кислый, добавим вот этот экстракт жимовости, консервант жимовости, он наоборот защелачивает. Вот это у меня отдушка из клевера. Ну, не знаю, будем класть отдушку для того, чтобы посмотреть, как будет пахнуть конечный крем. Если вам не очень понравится запах, то не будем класть. Если посмотрим, вот она у меня есть. Буквально одну-две капельки на крем обычно дает эффект. Так, ну что, приступим. Вначале собираем жирную фазу. Берем стаканчик, включаем весы. Отмеряем те масла, которые мы будем греть. Масло ши. 5 граммов. 2 грамма. 4,18. 4,84. Еще капелюшечку. Так, все, 5. Так, мы же взвесили 5 граммов масла ши. Теперь взвешиваем колонол. 4,84. Допустимая погрешность. Так, масло авокадо 4 грамма, правильно? Да. Так, масло виноградной косточки греть нельзя. Мы будем добавлять в самом конце уже подогретое. масло органу тоже. Теперь сюда мы добавим вот это вещество, чтобы не окислялись масла. Витамин Е против окисленного масла. 0,1 грамм. Это буквально одна карта. Все используемые ингредиенты выставляем сюда, чтобы нам не путаться. Теперь добавляем как раз наши эмульгаторы. То, что нам поможет именно сдружить молоко козье и масло. Значит, эмульгаторы 5 граммов. ровно 5. Так, значит, жирную фазу мы собственно говоря собрали. Ее можно греть, но мы соберем сразу и поставим ее греться и собираем сразу водную фазу, то есть молочную у нас она называется фаза. Это стаканчик для водной фазы. сюда мы что кладем? Значит, три галоза наша увлажняющая 1%, то есть 1 грамм, потому что мы делаем 100 грамм хрена. 0,92 0,99 1, все. так вот это стабилизатор 0,2 грамм мы ее вот так обычно 0,12 0,18 0,12 0,2 так глицерильчика добавим 3 грамма порошочки в глицерине очень хорошо расходятся и что значит расходятся разного растворяются чуть-чуть бывают десятые доли грамма переливаются но это не очень критично и вот теперь вот это все мы заливаем кипящим кузе молоком так бы заливали бы водой но поскольку мы тут сегодня экспериментируем так все идем за кипящее молоко так смотрю что у нас в этом стаканчике масло подрасклавились тут чуть-чуть главное не перегреть хочу проверить так кипящее молоко мы наливаем вот в этот стакан нужно нам этого молока 48,7 грамма ровно 48,7 и размешиваем сразу термометром так и 2 грамма нашего гриба так жирную еще раз смотрим греем ну наша жирная фаза практически нагрелась сейчас мы сюда добавим еще те масла которые мы не грели с самого начала которые не любят долгого нагрева добавим мы их это у нас масло виноградной косточки его нам надо 6 граммов и масло 5 и 5 масло органа которого должно 5 и и возвращаем это на баню все должно согреться до температуры 75 градусов это тоже должно согреться до температуры 75 оба стаканчика должна быть одинаковой температуры здесь сейчас 60 почти здесь тоже будет можно чуть уменьшить огонь все кипит получается это отдельно греешь на одну фазу а отдельно на другую да потому что смешивать их надо строго при одной температуре иначе не не сдружатся они не эмульгируются смесь так здесь уже почти 70 отставим чтобы не перегреть есть пока 60 так 72 это посложнее чем сыр с этими граммами так 73 71,3 здесь 75 уже так все сравнялись у нас температуры значит выливаем водную фазу выключаем печку вливаем водную фазу в жирную и сразу начинаем эмульгировать прямо на до Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но... Это хорошее, да? Ну а что? Ну я просто кремами не пользуюсь, я не знаю как... Выберите как сметана. Это уже крем. Так он еще горячий. Он когда остынет, он, конечно, запустит. Так, после того, как у нас крем весь сэмульгировался, получился крем, дальше мы его до охлаждения мешаем просто палочкой. Но в данном случае я мешаю термометром, потому что мне при определенной температуре ниже 45 градусов надо ввести наши замечательные экстракты растительные. Берем прополис. Так, значит, 0,5 грамма экстракта прополиса. Прополис будет нам все заживлять. Прекрасно. Это крем уже, вот, вот. Он даже пики держит. Вот. Белый. Вот. Так, сюда же мы облепиху. Надо для чего? Облепиха тоже заживляет. Она желтенького цвета. Может быть, придаст нашему крему слегка бежевый цвет, слегка бежевый. Чуть-чуть. Подкрасила. Был ослепительно белый. И мороженое. Мороженое тоже у нас смягчает очень. И омолаживает. Ножка зеленое мороженое. Мороженое тоже чуть подкрасит нам. Как ты так на глаз по капеликам льешь? Опыт. И все. Теперь мы должны мешать до остывания. Это может быть и 30 минут, может быть и 40 минут. Поэтому я сажусь. Обычно включаю телевизор и начинаю мешать. Принудительно остужать крем нельзя. Он потом может развалиться, расслоиться. Все делаем по технологии. Так, ну вот сейчас у нас 39 градусов. Можно добавить, в принципе, суперстирол. Откуда это упало? Суперстирол? Это для чего? Это заживляющий агент для кожи. Это фитостирол. Так, его мы должны положить сюда 3 граммчика. Это то, что восстанавливает роговой барьер наш. Который мы каждый день разрушаем тем, что используем всякие эфири. Мы моем посуду, черти чем. И, конечно, наш кожный барьер разрушается. А вот эта штука восстанавливает. Это фитостирол. Это часть нашей кожи, фактически. Хранить такой крем, естественно, только в холодильнике. Потому что молоко даже кипяченое, если ты оставишь просто вне холодильника. Ну, сколько простоит молоко кипяченое даже вне холодильника. Только же и крем только простоит. Хотя, конечно, мы добавим консерванты. Хоть и экологичные, но все равно. Так, крем достаточно остыл. Можно в него добавить активные ингредиенты. Значит, добавляем гиаломатрицу. То есть гиалуроновую кислоту трех видов. Всего полтора граммчика мы здесь. Это гиалуроночка для увлажнения наших ручек. И у нас, по-моему, осталось одно. Это экстракт клевера для уплотнения кожи рук. Так, три граммчика наливаем. Так, налили. И вымешиваем. Ну, обычный такой запах. Никакой не химический, натуральный. Ну, можно... Вот у меня есть отдушка. Вот белый клевер. Капельку укахнуть, чтобы приятнее пахло. Ну, не пишу ничего. Это тоже приятно, на мой взгляд. Так, теперь мы должны померить его pH. Что у нас получилось? Кислый, не кислый? Что-то будет как кислитель. Там не должно быть кислитель. Так, берем наш плашметр. Высушиваем его. Потому что в крем не желательно, чтобы попадала вода. Все как с сыром. Конечно. Плесень-то вся из воды. Пять? Это кисло? Нет. Пять и семь. Это самое нормальное. То есть, вообще-то, пять и пять считается нормальным. Но иногда в некоторых источниках советуют пять и восемь, пять и семь. То есть, ну, идеальный крем, я считаю, был. У нас получился. Поэтому мы его консервируем. Поскольку все-таки это у нас какое-то молоко, то сделаем по высшей планке. То есть, один и три где-то грамма я сюда включаю. Угу. Ну, побольше консерванта, да, чтобы подольше хранился, да? Я обычно один кладу. Ну, там до полутора можно. Да, чтобы понадежнее. Защищает от плесени, от грибков. От стафилокука золотистого. Все, вымешиваем. И наш крем готов. Будем пробовать. Ну, что, по пожеланиям трудящихся. Добавим белого клевера капельку. Давай, давай. А он что даст? Запах. Раз, два. Чтобы не приторно было, а так, ели, слышимое. Ой, прелесть. Нет у меня одушки коза. Нет. Можно его козу добавить. Все, крем готов. А чем вот отличается, если ты варишь на молоке или на воде? Чем-то отличается? Ну, на молоке, мне кажется, он стал чуть побыстрее, более густой. Баночки приготовим сразу. Ой, какая модная баночка. Как ты думаешь, сколько он хранится, такой крем? Ну, я, конечно, понимаю. Ну, я думаю, что если бы он был на воде, то у меня не меньше полгода хранится крема. Вот, и этот, не знаю, первый раз варил. Ну, да, да, надо будет понаблюдать за ним. Ну, дело в том, что он столько не хранится, он быстрее заканчивается. О, какой крем. Ну, я так понимаю, что он загустеет еще, потому что он горячий в холодильнике. Да, он сейчас не горячий, но после холодильника, и вообще на след на утро он густеет обычно. Гладкий, глянцевый крем. Выглядит очень красиво. Ну, вот конечный крем. Держим пики, что означает, что он плотный достаточно. Он не расплывается, не растекается. То есть, вот. Так, закрываем его. Так. Процесс окончен. Сейчас здесь будем убираться. Ну, остаточками крема, который остался в стаканчике, мы помажем наши ручки. Ну, и такой весь хорошо скользит, мягенький лучший. Все. Очень хороший. Не липкий. Потому что боялась, что будет гибкий из-за глицерина. Но поскольку глицерин мы залили кипящим молоком, то вот кипящая там вода, я могу снимать вид из глицерина. Все, прекрасно. Ну, на этом на сегодня все. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось наше видео. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok